Здравствуйте! Новое утро. Рассвело уже давно, но я поднялась ещё в темноте, потому что денёчек сегодня явно будет суетным. Посапывается, огнав с кресла весь кубанифаций, свернулся клубочек. Что-то сегодня не лежит с ему на кровати. Ох, сегодня мне точно будет не до работы с древесиной. Хотя, можно сказать, что я с ней опять. Ну, а несколько безрадостно. Дело в том, что сегодня должны приехать мастера по спилу деревьев. Ну, и без этого хлопот будет полный рот. Ника и Артём, как выяснилось, вчера уже поздно вечером едут в Москву. И я по утру в попыхах собирала посылочки. Ох, у меня всего накопилось. Но после всех этих процедур на полках стало попросторнее. Они уезжают, кусочки сувели, которые превратились в лепесток, и в вазочку цветок. И я, вероятно, скоро уже, закончив очередную работу, приступлю к новой. Это тоже меня покинет. А жаль. Хорошая штука получается. Но тревога, собственно, сопряжена с тем, что деревья будут валить. И вот это меня больше всего допекает. Собственно, речь идёт о деревьях, которые растут, вероятно, уже последний день на участке скворечника. Вот это громадная липа. Когда-то она была совсем молоденькой. Но прогнила изнутри и, вероятно, долго не простоит. Наклон у неё достаточно опасный. Наверняка рухнет при хорошем шквалистом ветре, который частенько бывает у нас весной и по осени. Зимой-то вряд ли. Самое страшное, это когда ещё листья на ветвях. Может случиться и снегопад, как однажды на покров в 2007 году. Тогда у этой ёлки поломало огромное количество ветвей. И я, забравшись на её, спиливал надломленные и выносила. С этой ёлкой связаны достаточно старые воспоминания. Ведь мы когда сюда приехали, родители купили мою избушку, теперь уже мою, этого дома не было. Тут был пустырь, ну как пустырь, совершенно невозделанная земля. Потом появились горядки. Мы с мамой поднимали целину. В редкие выходные Рьян набрался за это отчим. Ну, сейчас опять горядки исчезли. Предстоит тут всё восстанавливать. Так вот, на этом месте находился малинник. Тикая малина. Не особенно вкусная, мелкая. Как правило, червивая. И среди этих кустов я обнаружила маленькую ёлочку. Ей, наверное, было лет пять. Она была мне по пояс, а сейчас вон какая громадина вымахла. Вот уж действительно замечать время, потому как растут деревья. Дерево выросло, но оно стало опасным. Потому что ветки бьют по крыше, грозя её разрушить. Стоит она таким образом, что корневая система, хоть и достаточно мощная, может в какой-то момент подвести. А самое главное, как объяснили печники, такое дерево может воспламениться в любой момент. Да, собственно, и рухнуть на дом тоже. И поэтому, как ни жалко деревца, придётся от него сегодня избавляться. Отдаю слово. Я посажу новую маленькую ёлочку вместо тебя. Буду за ней ухаживать, подстригать. Не дам перерасти. И будет она на том месте, где сейчас ветки свалены. А уж сколько сегодня ветвей и частей стволов появится здесь. Ну, непостижимо. К тому же надо избавляться от старой прогнившей антенны, которая никому не нужна. Она уже приняла угол наклона, круче, чем у Пизанской башни. И если рухнет, то рухнет неминуемо прямо на крышу сарая. Который, кстати, ещё совсем неплохо сохранился. Постарался очень на нём в своё время. Вот сейчас думаю, как избавиться от этого провода. Он наверняка будет мешать. А эта штука тут совершенно не нужна. Буду, что мне меньше всего жалко. Не то, что живые деревья. Ладно, попробуем пережить этот день и посмотреть, как оно всё будет происходить. Хотя настроение, скажем прямо, ниже плинтусы. И вот въехала автолавка. Разбрелись по своим домам соседи. Отправились готовиться к поездке в Москву Ника и Артём. А, кстати, это значит, что мне ещё и с Кубиком сегодня гулять придётся вечером. Так, Радик получил свою кость. И, видимо, с ней уже разобрался, равно как и мои. А я тут хожу, брожу, места себе не нахожу. Ожидаю приезда альпинистов-древолазов. Надо уточнить, как их профессия нормально называется. Смущают меня появившиеся вроде бы ниоткуда облачка. Лишь бы в ответственный момент дождь не пошёл. Вот так вот ожидая, думаю, чем бы заняться, чтобы скоротать время до приезда. Пожалуй, грядку пропалю. Ну, а чем ещё? Такую погоду можно заниматься. Начинать копать картошку? Нет, придётся повременить. Всё-таки сегодня наверняка день будет суетным. А это занятие требует большого сосредоточения. И растянется оно на целый день. Но это явно не сегодня. Только закончила пропалку, как позвонили мастера. Обещали сбыть к полудню. Ну, что ж, подождём, подождём. Осталось полчасика. Ну, что время заря-терять? Надо чем-то заниматься. Во всяком случае, осталась сирень под окнами скворечника, которую также надо искоренять с внутренней стороны забора. Я этим начинала заниматься в день приезда печеников. Вот так вот теперь скоротаю оставшиеся полчасика до приезда альпинистов. Ну, вот и всё. Убрала густой кустарник. Растения будут развиваться снаружи. Но этот кустик оставила. Ведь совсем недавно я принялась тут работать. Затем забросила. Всё из-за того, что события нарастают, как снежный ком. Господи, меньше недели прошло с того момента, когда здесь появилась новая труба. Заработала печка. А вот сегодня ёлка, которая угрожает скворечнику, исчезнет. И ведь, наверное, 45 лет. Да. 83-й год. Сейчас 23-й. Ну, ещё 5 лет, наверное, и было. Жалко. Всё-таки чертовски жалко дерево. И вот прибыли мастера. Древолазы. Идёт проверка аппаратуры. Подгон коммуниции. Слушай, а как вот это то, что на ногах называется? Да. Мощная система. И регулируются уголы втыкания этих шипов? Можно регулировать, да. Можно регулировать. Ой-ой-ой, что-то будет. Антенну решили оставить на десерт. Хотя, я думала, что ребята начнут с неё, будут разминаться. Но, как главный ниндзя сказал, так и будет. Пока заходила в дом для того, чтобы выпустить банифацию и переодеться для работы в мастерской, послышали звуки пензопилы. Так. Неужели всё без меня началось? Главное, ниндзя уже на дереве. И упали первые ветви. Эх, пропустила торжественный момент. И запустила торжественный петель. и по-другому все это представляло. Как же аккуратно и тщательно проверялось действительно все оборудование, и я думаю, что мастер до сих пор шипы меняет, потому что один оказался слегка огломившимся, и пришлось долго раскручивать контргайки, чтобы поменять их на новую. Загораживающееся действием. Загораживающееся действием. Прошло две минуты. Последовало перемещение по стволу, и вновь западают ветви. Кто-то предлагал эту еду пересадить. Каким образом? Кто-то говорил о том, что можно было бы ее как два года использовать транспортерную на вертолете. Увы нет. Стандартов она не выдерживает, да и вряд ли кто стал бы этим заниматься. Уже треть ствола пройдена. Макс бы под ветку не попал. Меня-то ребята предупредили, что надо подальше находиться. А сам, впрочем, профессионал. Эх, если уже суждено дерево исчезнуть, то пусть это будет быстро. И хотя бы не так болезненно. Нет, ну я надеюсь, тебе хватит, умань, не подходить близко к елке. Эх, как он любил по ней полазить. Но нет, вся компания пошла куда подальше, видимо, опасаясь достаточно зычных звуков бензопилы. Как раз положились. Все время находятся поблизости. Стараются наблюдать за тем, что происходит, и точно так же вели себя, когда у нас заработали печеньки. Как же и не побаловаться-то. Угу, лапой по носу. Ой. Так, очередная партия лета отправилась в кучу. О, какой же величина она станет. Немного погодя. И надежно закрепившись на стволе в еле, Антон продолжает работу. Антон продолжает работу. Система карабинов, чтобы крышами погребить. Да, не хотелось бы тут что-либо еще ремонтировать. Пока Максим и Антон расправлялись с елкой, и я карпела в мастерской со шлифовкой. Но я выступал-то долго на месте у него сидеть. Периодически выхожу, смотрю, как продвигается работа. Ого. Так, Антоша уже почти на самой макушке. На какой-то момент затихла пила. Тань меняет диспозицию. Так. Ох, роботенка-то, а. Да, тут действительно нужны профессиональные навыки. Стал кондиционный момент. Сейчас Антоша должен пилить макушку. Зафиксировали веревкой. Но, но дует ветер. Идет момент ожидания, когда он немножко поутихнет. Потому что все возможно. Ребята попросили собак запереть в избушке, что я и сделала. Потому что произойти может все что угодно. Так. Наушники. Сейчас вверх пойдет пила. Еще раз проверить амуницию. Страховка об ствол. Вначале я работала маленькой пилкой, а сейчас уже мощная, большая. А ты что за веревку будешь тянуть? Да. Да? А отскочить успеешь? Угансируйте. Просто проверить. Угансируйте. Угー. Угансируйте. Угансируйте. Перемещение. К тому же выфилин кусок ствола. Опа! Бабах! Ну, ниндзя ты крутой! Классно! И Макс молодец. Вот уж стрёмная работка. Я-то думала, что это будет какими-то полутораметровыми кусками всё спиливаться с самого верха. А нет. Слушайте, ну вы гиганты. Ну, так мы сильные. Кто бы сомневался. Ты что там творишь? Это круче, чем танец с волками. Да, моя догадка подтвердилась. Приконсультировалась у Антоши. Действительно, ветки были оставлены с одной стороны в гораздо большем количестве. Во-первых, потому что ствол мог очень здорово травмировать землю. К тому же подскакивать. А они и самортизировали. И к тому же ещё и перевесили ствол, для того, чтобы он упал в нужном направлении. А не только благодаря верёвке, за которую мощно тянул Макс. Вот так вот технология. А запах какой! Еловая древесина, смола. Пахнет вкусно. До прощения. Вот сейчас спуск. Здорово! А теперь у тебя пила в качестве противовеса, как ветки у ёлки. Сейчас пойдёт спил в верхней части ствола. Так. Не, не пойду, я мастерскую. Здесь интереснее. Так, напил с задней стороны. И бабах! Да уж, волнительно. И тишина. Так, ну тут осталось ещё пару надрезов, наверное, сделать. Ну что я скажу, круто! Круто! Ой, слушай, я сегодня всё утро с дурным настроением проходила. Ну, потому что вас ждала, потому что вот ёлку жалко было. Ну и сейчас... Я просто поражена. Белить надо будет, когда она на крышу падёт. Ты знаешь, у нас деревня такое произошло в прошлом году. Липа упала на дом на том краю деревни. И надо будет всё-таки с моей тоже несколько веточек спилить. И над проводами, и то, что действительно доставляет опасность. Нет, трудно. Сейчас может быть иная красивая, но через время... И будет то же самое, что с ёлкой? Она будет представлять, да, такую же опасность, как и лёгка. Пилить, так пилить. Блокую злоу. Подровняй его тут немножко, пожалуйста. Вот он сервис. Всё на заказ. Как попросила, так распилили. Спасибо, ребят. Так, ещё оставить высокий пень на кормушечку. Мы с ручкой собираемся зимой заняться кормлением. Ну, а остальное, наверное, тем же макаром. Именно то, что надо. И есть одна идейка. В какой-то момент приостановила работу с гравёром и услышала шорохи голоса за стенами своей святая-святых. Так, наверное, ребята уже переместились к новому объекту. Ага, свисает верёвка. Пойду посмотрю. Антуан, ты уже вознёсся? А? Вознёсся? Конечно. Ох, липо дерево хрупкое. Аккуратнее от тени ёлка. Так, перемещение пошло. И скоро тут возникнет такая же груда ветвей. Ну, может быть, чуть поменьше. Со всем этим ещё придётся разбираться, утилизировать. За до... Макс, знаешь, что меня устраивает? В этом году я на этом месте точно косить уже больше не буду. Подожду до следующего. Ты представляешь, на прошлой неделе косила. Думала, всё, 22-й рост травы прекращается. А нет, уже пора по новой. Ну что ж, зато в меньшем объёме. Минус на минус. Как всегда, даёт плюс. Минус раздался шампилы. Вышли из мастерской. Подкрадет не рискует. Снимал с своего участка. Потому что макушка сейчас полетит. Баба. Баба. Всё. Небольшая пауза. Перемещение. И работа будет продолжаться. Сколько же часов уже ребята провели на верхотуре? Ну, в принципе, Макс-то внизу. Это Антон. Человек-паук у нас. Но сложная, очень сложная работа. И достаточно рискованная. Я тут от ребят-бэйт понаслушалась. Как можно неудачно слететь с дерева? Ох, лучше бы не надо. Стараюсь не перегреть гравёр. И перехожу иногда на шлифовку вручную. Редкие паузы, затеи шарь, сноси меняются. Работа бензопилы. То дуэтом, то в качестве соло. И я поймала себя на том, что у меня с окном стало как-то заметно светлее. Тупопытно, что там творится. Пойти посмотреть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Слушай, я уже научила своими жестами объясняться. Мне даже ничего не пришлось говорить. Я просто показала, как отпилить вот это вот, потому что хочу сделать из этого что-нибудь интересное. У нас возникло взаимопонимание. Кстати, поверьте спиной. Это пот? Да. Ты весь мокрый насквозь? Да. Труженики. Да. Что попросишь, ребята то и делают. Какая прелесть. Ну, честно говоря, липу прогнившую было не так жалко, как ёлку. Но, Макс, выпейте свою мощную грудь. Эх, утро добром не бывает. Но у меня по другому поводу сегодня была утренняя скорбь и ностальгия. Ну, что поделаешь. Осознанная необходимость. Но всё-таки вечерок-то задался. И я полагаю, что он будет продолжаться столь же успешно. Хотелось бы верить. Ох, ещё и это. О, Поля, кто тебя усеял мёртвыми костями? Вот дело и дошло до основания ствола. Ох, ещё немного, ещё чуть-чуть. Отпил, чтобы герем упал в правильном направлении. Затем другая сторона. И вот падение. Сейчас состоится падение. Именно в этом направлении упал бы ствол. Часто бы, не дай бог, подулся сильный ветер, когда дерево ещё не сбросит из ствола. Но теперь этого уже не произойдёт. Теплица и то, что возникнет позже, уже в безопасности. Вот дело дошло до антенны. Той самой, которую каждое утро долбили дятлы. И на которую забираться-то ни к чему совершенно. Больно стрёмно. Вопрос, как упадёт. Провод сегодня был снят. Тот самый, что лёг в сарае. Жоволка, которая дико мешала. Вот за него и тянуть. Ну, может, это какой-то выход. Ой, стрёмная штука. Один раз редко так дёргай. Не надо, она может рухнуть. Есть контакт. Хорошо, что гвозди на соплях держались. Фух. Я боял, что она обломится и заденет тоже в голове. Ну вот. Что-то получится. Высощенная штуковина. Макс, дорасти берёвку. Ну что ж, более длинный конец. Это удобнее. И гораздо безопаснее. Нормально только за вода. Да. Сколько же всяких треволнений связано с скворечником и его обустраиванием. В другую, Макс. Вес рыбков. Великое鉄е. Весы-то, по-палу. Весы-то, по-палу. Весы-то, по-палу. Весы-то, по-палу. Тошенька, ты кудесник. Фу, финишная полина. Всё, Бонифаций, стихли, звуки бензопил. Закончено то, что было предначертано. Ребята собираются домой. Сколько же стало неба вокруг. Да, Боня, да, тебе надо учиться у них ловить по деревьям. Ну что ж, теперь нам всё это предстоит разгребать. Ну, великое дело сделано. Антенна, кстати, оказалась настолько трухлявой, что пыль летела, когда Тош её добивал бензопилой. Ну что ж, сейчас там возможность ребятам ополоснуться. И они отправляются к себе. Я-то думала, они из Вязьмы. Оказалось, нет, из Смоленска. Ну, договорились обменяться координатами. Они хотят посмотреть, что я сегодня снимала по Ютубу. Кстати, опять пошли слухи, что его прикрывают. Ой, не дай бог, если это состоится. Ну, а я всё-таки решила взять у них телефончик. Если вдруг кому понадобится, то он будет в описании этого ролика. Ну что ж, собаки догрызают кусти. Теревогрызы покончили с деревьями. И у меня, честно говоря, на душе отлегло. Да, жутко неприятно было с утра, но вечер. Вечер просто замечательный. И небо расчистилось. И действительно, его стало куда больше. Прожит на очередной день. Насыщенный был. Но с ребятами мы ещё увидимся. Надо сперить несколько битвей с моих громадных лип, которые угрожают проводам и новой крыши дома. А поэтому они появятся где-нибудь через несколько дней. Я надеюсь на новую встречу. Не только с ними, но и с вами. Здоровья всем и удачи. До свидания.